Вся жизнь в одном зале. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. 200 произведений экспозиции – результат многолетнего труда художника, его профессионального роста, внутренних переживаний. В художественной галерее открылась юбилейная выставка «Целая жизнь» Алевтины Павловны Кочергиной, приуроченная к 90-летию со дня рождения художника и педагога. Первые работы ближе к паре ученическому, когда художники, получив образование, только-только выходят от классических натюрмортов. Поэтому две работы, которые открывают выставку, они как раз и посвящены натюрмортам таким традиционным, где на плоскости стола выложены композиционно, очень грамотно разные предметы. Алевтина Павловна жила и работала в Сарове с 1958 года. Вела кружок изобразительного творчества во Дворце пионеров, преподавала рисование в школе номер два. Принимала участие в создании в 1970 году детской художественной школы в Сарове. 1971 по 1976 год была её директором. После долгие годы преподавала. В коллективе единомышленников они добились, чтобы вообще школа эта появилась здесь. И когда она открылась в первом интернате, встал вопрос о отдельном здании. И Алевтина Павловна чертила, придумывала со своими коллегами вместе. И, конечно, в конечном итоге даже расположение, где сейчас у нас в Сарове находится художественная школа на улице Харитона, это, конечно, в том числе и её заслуга. Немало времени она уделяла таким декоративно-прикладным направлениям, как «батик» и «гобелен». Алевтина Павловна окончила Московский текстильный институт. Разработанные ею ткани выставляли в Брюсселе и в Токио. Она была постоянным участником ежегодной выставки «Художники Сарова». В день учителя 5 октября в галерее пройдёт вечер памяти, посвящённый Алевтине Кочергиной. Выставка дополнена ещё фотографиями из семейного архива, поэтому, дорогие саровчане, приходите, кто учился в художественной школе, приходите смотреть, в том числе и на себя. Расскажите нам, где вы здесь на фотографии, потому что Алевтину Павловну мы, конечно, везде узнаём, педагогов детской художественной школы тоже, а вот дети, конечно, подросли и изменились. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки без возрастных ограничений.